Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мне захотелось сделать расклад вот в таком формате, в котором вы видите. Я не стала настраивать камеру таким образом, чтобы было видно только карты сверху. Почему? Потому что мне просто так неудобно сидеть. А расклад, который я хочу сделать сегодня, он такой для меня достаточно глубокий. Я хочу погрузиться, хочу, во-первых, в первую очередь получить я удовольствие от расклада. А во-вторых, передать это удовольствие именно глубину и ценность, которую я люблю давать вам. Поэтому у меня такой, знаете, сегодня настрой на анализ, на то, чтобы погрузиться, на то, чтобы разобраться, как говорится, да, раз и навсегда, что происходит с нашей теневой стороной. Именно поэтому сегодня будет вот так, как будет. Именно по этой причине я буду делать расклад на одну позицию, сразу скажу. Кто не любит, тот не любит. Наверное, я так, знаете, предвкушаю то, что мы будем сегодня с вами смотреть, и как глубоко мы будем погружаться. Сейчас, наверное, расклад надо будет потом переименовать не для слабонервных. Почему? Потому что, возможно, то, что я вам буду рассказывать, кого-то может напугать, кого-то может вызвать такие неприятные ощущения, потому что сама тематика расклада, она такая достаточно темная, мрачная, и это не из приятных раскладов, где, ну, можно так порадоваться, да, как многие любят погадать. Я не люблю гадания. Я люблю сухую логику, да, причину следственных связей. Вот. Поэтому заранее рассказала все, заранее предупредила, чтобы потом не было каких-нибудь там очень негативных комментариев в мой адрес. Хотя, в принципе, пусть будет все, что должно быть. Итак, если вы готовы, мы с вами приступим. Рассматриваем мы сегодня тему, которую предложила Инна. Сразу хочу сказать, что где-то либо здесь, либо здесь я выложу ссылку на аналогичный расклад, который делала уже давно. Можете тоже посмотреть, если вам будет интересно, можете дополнить как-то информацию свою. У нас будет три вопроса всего лишь, да, а по времени это займет ровно столько, сколько я, вот, знаете, может быть, в этот раз будет слишком эгоистично, очень много я слышно, но я действительно хочу разобраться в теме и погрузиться. Для этого мне все время нужно как-то, знаете, ощущать себя свободной вне рамок времени, да, что вот есть рамки, там, 15-20 минут, и ты должна прямо уложиться в это время. Сегодня я хочу сделать расклад, который, вот, сколько времени возьмется, только возьмет час-час, там, я не знаю, 30 минут, 15 минут, не знаю. Важно, чтобы внутри, для меня это важно, вот прямо сейчас, чтобы не ощущать все эти рамки, потому что они меня очень угнетают, да, они дают мне расслабиться и насладиться самим процессом. Вот, вот такое вступление, но давайте приступим. Значит, первый вопрос, нам нужно выяснить нашу теневую сторону, да, то есть какая моя теневая сторона. Сегодня впервые я не работаю с темными колодами. Я вам покажу темную колоду, кто у меня покупал курс Древа Жизни, знает о ней. И обычно тарологи считают, что темные колоды, если спрашивать меня, то их прям вот считанные пальцы, именно темные-темные. Вот, но, как правило, темными колодами, я не знаю, почему тарологи считают колоды, где есть вот эта вот отрисовка, там, вампиров, крови, что такое темное, мрачное, все такое. Вот, для меня это, скорее всего, больше колоды, которые имеют психологический какой-то такой не очень приятный аспект, да, некое такое давление. Но темными эти колоды назвать нельзя. Что называю я темными колодами, да, я люблю все время прояснять понятия. Колоду, которую можно действительно назвать темной, это Таро Теней Линды Фалорио. Эту колоду вы вряд ли увидите на просторах Ютьюба, ну, по крайней мере, я не видела, чтобы кто-то с ней там работал. Вот, почему? И почему она именно темная, вот она? Потому что она основана на древо смерти, на клепатическом, да, древе, противоположной древу жизни. То есть она действительно отображает демонов и их задачи, функции. Выглядит она таким образом. Это малые арканы, великие арканы. Я отложила, вот они у меня здесь лежат. И на них я буду показывать вам темную сторону с точки зрения именно древа жизни, да, демоническое проявление. Поэтому я сразу сказала, что раскладывают нервы слабонервных. Это великие арканы, я их отложила. Вот, а потом психологический аспект темной стороны, то есть именно с точки зрения психологии, не с точки зрения оккультных понятий, мы поработаем, вот тоже великие арканы я отложила, причем аркан влюбленный, да, лежит на колоде танец шамана Логинова. Выглядит вот так, да, мы видим здесь клепатические печати. Она действительно темная, не потому что она обораченная отрисовка, а потому что в ней смысл, он теневой, да. То есть каждый аркан идет печать демона, и у каждого аркана есть свой смысл. Не то, что мы рисуем, да, там, кровь и все такое просто, ну, не мы в колодах, да, и считается. Вот это вот действительно темная. Еще раз скажу, не потому что темная отрисовка, а потому что все символы на этих колодах, это младшие арканы, они вот такие вот мрачные. Мрачные и печать демонов, название всех этих демонов. Есть книга «Таро теней», которая писала Линда на основе, если я не ошибаюсь, книг царя Соломона, да, вот, и отсылка там идет к Алистро Кроули. Вот, ну, нам сейчас мы эту колоду изучать не будем, я с ней не работаю. Приобрела я ее тогда только для изучения курса Древа Жизни, потому что была отсылка к демоническому проявлению, да, к Древу Клепот. А так, в принципе, я на ней не работаю. И почему я не работаю, потому что, в принципе, мне не нужно, вот, работать с демонами. Это великие арканы, у них есть название, да, демонов. Вы видите, я здесь сделала наклейки. Почему? Потому что здесь нету традиционного изображения, да, как мы говорим, например, нулевой аркан Шута, да, там, 0, 1 римскими цифрами и так далее. А здесь именно пути, на которых, на Древа Клепот, где находится тот или иной архидемон. Вот, поэтому и цифры, чтобы, поскольку я не буду их изучать, мне это не столь важно, я вот так для себя пронумеровала, чтобы понимать отсылка к какому великому аркану у нас идет по, если мы говорим в соответствии с Древа Жизни. Вот такие вот мрачные, да, здесь своя символика, свои смыслы, свои понятия, вот. Вот, но, опять-таки скажу, нам это не нужно, да, такое вот огромное вступление, но все же. Итак, нам важно понять сначала, какая у нас теневая сторона. Я решила вытащить по три карты, то есть три карты трех демонов мы посмотрим. Эти все архидемоны, они, у них есть свое соответствие на Древе Жизни, то есть к великим арканам. Вот, поскольку я не знаю, так это наизусть, да, я из текста вам зачитаю, что это значит, а психологический аспект, мы будем работать на великих арканах на другой колоде. Итак, вытаскиваю три тени, почему три, не знаю, мне три захотелось. Вообще, как это сказать-то, есть закон треугольника, вот. Обычно мы любим выражение «Бог Троицу любит», а вот закон треугольника, он гласит, когда две противоположные, абсолютно противоположные друг к другу силы соединяются, они всегда порождают нечто третье. Наверное, поэтому мне захотелось все-таки вытащить три аркана. Как-то вот я волнуюсь, не переживаю, но ничего, буквально несколько секунд, и все будет хорошо. Значит, вот я вытаскиваю три демонических проявлений, да, три тени. Так, выложим, и мы будем приступаем. Ваши тени, да, три тени. Значит, первая, первая тень, это ваша темная сторона. Это у нас идет соответствие 20-го аркана. Это высший суд. Архидемон суд высшего суда Шальку. Шальку, то есть это имя. Видно, надеюсь, видно. О чем говорит этот демон, и о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что человеку не хватает сил справиться с переменами, принять их. Слишком материальный и закостенелый у него ум. Нет сил понять происходящее. Человек будет придумывать способы и доводы, искать причину не меняться и не двигаться дальше. С его позиции мир не имеет права на переменные. Любая перемена – это ошибка. То есть как он был задуман изначально, вот в первом его проявлении, да, мир, так все и должно оставаться. По логике такого человека лучше жаловаться на ужасную работу, но не менять ее. То есть все должно сохраниться так, как и в своем первосозданном формате. На любые резкие, кардинальные или болезненные перемены человека просто нету сил. Удобнее застрять в ситуации и отрицать ее, что изменения в мире или в ситуации уже происходит. То есть отрицать то, что уже происходит, нежели что-то изменить в себе. Что делает этот архидемон, да, Шалеку? Не знаю, может так. Я не буду, наверное, показывать, потому что не очень-то приятно, и так видно. Что он делает? То есть, по сути, наша теневая сторона здесь одна из... То есть вам не надо обязательно все вот прям на себя перетягивать, да, потому что, ну, людей много смотрят. Нам важна информация. То есть это может быть какой-то один теневой аспект. То здесь вот один из этих трех демонов как раз-таки говорит о том, что есть некая такая усталость, и поскольку ум слишком заземленный, да, как правило, здесь могут быть люди, которые, ну, достаточно взрослые, большие, имеют опыт, да, то есть долгое время прожили, потому что, как правило, если ты молод, да, то и в принципе более гибкий в своих суждениях. А здесь как раз-таки речь идет о том, что слишком материальный и слишком закостенелый ум. Когда человек, ну, не может принять те перемены. Приведу примеры, чтобы вам было понятно, да. Например, меняется технология, да, в мире, вот, и там, я не знаю, 10-20 лет назад, условно говоря, появились первые мобильные телефоны, кнопочные, потом стали телефоны нового поколения, да, когда уже кнопки не нужны, и вот человеку сложно перестроиться. И поскольку ему сложно перестроиться, да, от одной формы к другой форме, он отрицает. То есть я не буду это изучать, я не буду это делать. Например, на работе, да, уже сменились, сменился формат. Люди, например, переходят на удаленку, условно говоря. Нет, человеку сложно будет принять такой формат, потому что ему это некомфортно, но он предпочитает ходить, например, в офис, да, там сидеть, нежели использовать как-то новую технологию во благо себе. Либо что-то не удовлетворяет на работе. Вместо того, чтобы изменить что-то в своей ситуации, да, человек это будет отрицать. Он будет говорить, что меня, знаете как, ситуация не устраивает человека, но при этом ему проще как-то сетовать на эту ситуацию, жаловаться на эту ситуацию. Например, маленькая зарплата. Вместо того, чтобы пойти поговорить с начальством, как-то изменить, да, либо найти другую работу. Ну, то есть совершить какие-то действия в соответствии с теми переменами, которые происходят в жизни человека, он остается при своем, то есть буду жаловаться, но при этом я не буду ничего менять, да, то есть у меня и сил нет, я уже там взрослый, и поэтому я не хочу, то есть мир, он бесконечно видоизменяется, и приспособиться такому человеку очень сложно. И причина именно в закостенелости ума, да, вот он слишком материальный, то есть нету гибкости. Если бы это был здесь, мне кажется, в классике, да, великий аркан, ну, помимо суда, я бы сказала, очень напоминает аркан императора. Это одна из ваших теневых аспектов. Второй архидемон, что у нас здесь выходит, аркан справедливости, да, аркан справедливости, как он тут называется, лав курсиакс, лав курсиакс. Очень-очень созвучно с арканом суда, да, то, что вот здесь вот мы говорили, справедливость, это когда человек пытается настолько сохранить равновесие, что избегает любого движения. Смотрите, здесь мы отрицаем перемены, мы хотим, чтобы все было так, как есть, да, просто мы, у нас не хватает гибкости. А здесь аналогично, но здесь мы хотим именно равновесие, то есть не постоянство, как здесь, а именно равновесие, то есть все должно быть в равновесии, все должно быть в балансе. И это тоже своего рода подразумевает некую такую статичность, потому что любое движение, оно так или иначе выбивает нас из равновесия, оно выбивает нас из баланса. Здесь человек не готов выходить из равновесия. Иногда бывает так вот, вошел в какое-то состояние комфортное, и я стараюсь удержать этот баланс, и поэтому я не пойду ни налево, ни направо, потому что любое отклонение, оно будет вызывать дисбаланс. Для меня важно вот это вот нахождение в этом балансе, и поэтому я буду статичен, то есть я избегаю любого движения. Чтобы ничего не нарушило систему, ее нужно сделать неподвижной, чтобы не было вообще никаких изменений. Сохранить любой ценой существующее положение дел. Лучше жить так, как сейчас, чем что-то менять. Оставить все как есть, чтобы не отвечать за последствия. То есть у нас здесь по аркану справедливости у нас идет еще и ответственность, а здесь мы не желаем. Вот я говорю, здесь как будто бы подразумевается в подтексте аркана императора. Очень созвучены эти два аркана. Вот, и третий архидемон. Так, и здесь у нас аркан шута. Вот, но архидемон называется амбросиас. Амбродиас. Правильно, да? Амбродиас, да. Он соответствует аркану шуту. Ошибка изначально. Действует и сразу неправильно. Нет шанса на успех. Человек делает просто глупости и не умеет их избегать. Не учится на своих ошибках. Поступки ради поступков. Безумство, неразумность. Действия без осознаний последствий. Каждое новое действие отрицает предыдущие. Чувство презрения к непросвещенным массам. Отстраненность от людских бед. Отчуждение от мирских забот. О чем? Ну, помимо того, что я прочитала, если хотите, можете поставить на паузу и заново переслушать. О чем здесь речь? Шут, как правило, это всегда начинание. Это движение во что-то новое. Это некий потенциал, который сам себя еще не осознает, но он направлен. То есть уже есть некое такое движение. Пускай без какой-то конкретной цели. Но движение как таковое само по себе есть. Здесь амбродиас нам говорит, почему изначально все, что мы делаем, это ошибочно. Потому что нет конкретной цели, нет логики, нет понимания. То есть сделать действие, надо сделать какие-то выводы. получить из результата, получить какое-то зерно разумности для того, чтобы на основе сделанного выбора совершить следующий шаг. А здесь человек просто делает движения, бессмысленные. И отсюда все, что он делает, по своей глупости, по своей неразумности, это все уже ошибочно. Нет шанса на успех. Ну, потому что нету никакой логики. Поступки просто ради поступков. Каждое новое действие отрицает предыдущее. То есть я, например, могу пойти направо. Нет, я неправильно пошел. Я пойду назад, потом снова налево. То есть такая хаотичность. То есть нету конкретики. Это одна часть Абродиаса. И второе чувство презрения к непросвещенным массам. Да, такое бывает, когда мы видим вокруг себя только глупость, только неких людей, как проявление тупости. Причем перевернутый аркан справедливости, он как раз-таки и говорит про критику. Нам критику по отношению к другим людям. Не к себе, а по отношению к другим людям. А вот суд, он как раз-таки говорит, не, наоборот, суд говорит про критику к другим людям, а аркан справедливости говорит критику, про критику в наш адрес. И вот здесь вот аркан шута, он как будто бы находится между этими двумя арканами да и архидемоном вроде он как раз таки говорит что у меня презрение да то есть своего рода у меня есть некое правильное видение и я презираю мнение других людей а как это выражается когда я говорю у меня окружает какие-то ну я не знаю глупые тупые люди ты что ты не понимаешь да здесь надо было вот так вот так я же это понимаю то есть мне же это легко дается а ты сообразить не можешь да то есть вот проскальзывает вот это вот высокомерие и призве презрение либо если кто-то ну я условно говоря не силен например географии что ты не знаешь столицу этого государства и либо где это находится да вот такая отстраненность от людских бед то есть человек который не может сопереживать да то есть отсутствие духовности в плане отсутствия добродетели до человек не может сопереживать человек не может ощущать доброту то есть ему как-то вот это вот презрение да вы все глупые да кто вы такие вы ничего не понимаете вы ничего не знаете поэтому я так и на вас смотрю с высока и вообще что такое мирские заботы да там я не знаю что-то приготовить и что мне надо заняться чем-то другим то есть вот вот это вот за все у нас отвечает вот этот вот теневой аспект мы это посмотрели и почему я захотела именно рассмотреть их этих арки архидемонов потому что все таки запрос у нас шел на то какая моя теневая сторона вот и если мы говорим о днем демоническом проявлении да потому что все таки с точки зрения опультики оккультизма у нас действительно есть демоническое проявление она выглядит вот так поэтому она неприятна и безусловно когда мы это слышим мы будем отрицать это в себе вот но мне захотелось это посмотреть а теперь мы с вами посмотрим как раз таки психологически с точки зрения психологии да по великим арканом вот этих наверное я товарищей вот сюда уберу они нам не нужны кто услышал тот услышал опять-таки насильно на себя не притягиваем и мы посмотрим здесь по великим арканом с точки зрения психологии с точки зрения психологии какие у нас теневые стороны и потом конечно же еще посмотрим и сценарий то есть сегодня будем с этим разбираться и так а по великим арканом так маг дьявол и башня вот такие вот у нас теневые стороны что говорит маг какие у нас теневые стороны проходят по магу во первых это не понимание себя и своих возможностей и умений почему то есть в прямом положении да маг это человек который знает понимает он умеет все да он знает как добиться того что я хочу да то есть понимает и осознает свой внутренний потенциал здесь у человека да мы рассматриваем как если бы это было перевернутой арканы так как теневая сторона непонимание себя я не знаю на что я способен я не знаю своих качеств я где-то не уверен теневая сторона помогу это может быть с одной стороны завышенная самооценка да когда человек достаточно эгоцентричен он всегда прав и он не принимает от чужую точку зрения то есть есть одно мнение и это мнение моё только я могу говорить правильно только я могу говорить так как нужно так как необходимо и есть другая крайность этого мага это наоборот человек слишком заниженной самооценкой я все-таки склоняюсь что здесь больше заниженная самооценка какая и какая еще тень теневой аспект проходит помогу это нежелание воплощаться и рождаться это в период беременности матери да есть вот какие-то сложности именно с беременностью может быть до этого было энное количество выкидышей да то есть вот это тоже присутствует такая детская то что не детская вот пренатальные да если правильно говорю травма детские переживания когда у человека неблагополучный дом в детстве то есть вот это вот неприязнь к дому до желание поскорее вырасти уйти из этого дома болезненные очень болезненные воспоминания о доме особенно проблемы в подростковом возрасте не столь в детском вот и сколь в подростковом возрасте проблемы общения и коммуникации то есть я делаю здесь перечень помимо того что я делаю но несколько карт а вы посмотрите что у вас отсылается на что у вас более резкая такая реакция проблемы в общении коммуникации да почему потому что маг он как раз таки соединяет кетер на древ жизни и бену на то есть свет который приобретает некую такую форму и могу у нас соответствует меркурий а меркурий мы как планета так или иначе это планета коммуникации планета общения поэтому любые проблемы общения и коммуникации у нас проходит помогу да то есть я мою не могу высказать свою точку зрения то есть помню с одной стороны у нас крайность только я прав только я знаю как нужно да и использую слова так как я хочу то что вот мы говорим манипуляции во благо себе да где-то там искажаю какую-то информацию а с другой стороны у нас как раз таки могут быть проблемы в коммуникации как в речи да у человека может быть косноязычие либо человек заикается ему сложно наладить коммуникацию не не получается проблемы общения да сложно выстроить это общение комплекс отличника то есть некая такая оценочность страх оценки другими людьми на то есть я должен быть всегда на высоте почему потому что маг тот человек который знает что он хочет и он может сделать все до для того чтобы получить то есть у него есть умение у него все получается то есть есть потенциал человек понимает как этого добиться и а комплекс отличника это как раз ки человека заниженная самооценка у которого есть высокие требования по отношению к самому себе но я не знаю как это получить поэтому я должен все время это усовершенствовать да тут как раз ки проявления заниженной самооценки здесь конечно же как рекомендации до сразу могу сказать что нужно учиться контактировать с людьми до понимать мотивы других людей может быть здесь навыки ораторского мастерства до улучшать вот эти все свои коммуникативные навыки работать со словом не бояться говорить может быть там я не знаю как диктора френши обучали правильные речи на все что связано здесь с речи потому что маг у нас еще является проводником слова то есть если мы говорили бы о профессии да это это все что связано со словом а то есть это ораторы это журналисты это всевозможные спикеры тренеры не спортивные тренера там бизнес тренера коучи люди которые передают информацию они используют слово да то есть они являются проводниками поэтому первый тень теневой аспект это то что связано у нас с мага второй у нас выпал дьявол о чем у нас говорит дьявол дьявол аркан такой достаточно многогранный я его всегда называю арканом осознанности теневой аспект это всевозможные сексуальные извращения почему извращение почему сексуальные поясню во-первых потому что дьявол это архангел уриль который управляет материальным миром нашим да то есть вот физический план он подвластен дьяволу архангелу реле сексуальная энергия это энергия творящая если мы плюс ко всему сексуальная энергия она дает жизнь то есть через сексуальный через половой акта у нас рождаются дети также и в животном мире то есть это инстинкты и поэтому сексуальная энергия правильно направленная через поднятие вверх этой энергии она является еще и созидательной то есть она является как рождением дам то есть детей либо рождением но если мы ее направляем на более высокие энергетические центры до рождения созидания чего-то позитивного необходимого поэтому все сексуальная энергия своем истинном понятии поэтому использует в ритуалах как правило сексуальную энергию потому что это очень мощный очень сильный потенциал энергии особенно когда ты достигаешь оргазма то есть достижение оргазма примерно соотносится с состоянием экстаза при этом я не знаю каких-то божественных введениях да то есть чисто энергетически это очень схожие энергии поэтому дьявол у нас всегда соотносится с сексом как лицетворение инстинктов да вот это вот животных инстинктов природы почему именно извращение потому что здесь у нас как раз кито что я сказал идет проявление нашей природы наших животных инстинктов и если мы этой энергии по дьяволу именно дикой необузданной энергии если мы ей не умеем управлять то она начинает управлять нами да то есть если мы не включаем какую-то логику если мы не включаем нормы и морали поведения да то у нас получается краски содома и гомора то есть вот это вот благостную сексуальную энергию мы ее начинаем распределять в разные русло и достаточно хаотично и не на созидание поэтому как теневой аспект у нас секс идет не во благо на нас влияние двух противоположных сил для того что то что я сказала да закон треугольника для того чтобы родилось нечто новое созидательное а именно на разрушение и поэтому сексуальное извращение сексуальные извращения здесь у нас мак маку на слово здесь могут быть вот в соединении на если мы соединяем сразу же эти два аркана у нас будет беседы да как правило либо речь люди ну не могут избавиться от мата ну например то есть проще выразить на свою мысль через фольклор нежели как-то вот объяснять человеку я я здесь и как искажение еще люди которым ну допустим сложно отказаться до от мата либо мы говорим про сексуальную извращенность это сразу могу сказать что если такое присутствует да здесь у нас есть такой паскудный сценарий подавления подавления силы когда и она должна как-то проявить себя и здесь сексуальное извращение не обязательно физическом мире может быть это могут быть любые эротические сны любые эротические сны причем а там где есть проявление некого подавления потому что аркан дьявола у нас еще и пар про власти просил поэтому извращение да там есть на формате бдсм формате наказания либо наоборот когда вас наказывают либо когда вы наказываете да то есть такие сны тоже могут проходить как компенсация причем смысл здесь не в том что нам нравится да такой вот извращенный секс а здесь вот чисто с психологической точки зрения что есть некое подавление это энергия подавлено она должна как-то выйти и вот мы видим вот такой знаете компенсаторика компенсируем и свою вот эту вот подавленную силу да когда я чувствую себя слабым не могу дать отпор другому человеку я ее компенсирую через сексуальную энергию во сне вот извращение здесь могут быть абсолютно разные да то есть но их много вот то есть как в проявленном физическом мире данте него аспект так и компенсация там я не знаю причем не обязательно только во сне да например когда человек занимается мастурбацией и у него независимо от пола у него есть какие-то свои эротические фантазии здесь надо поставить еще плюс 18 о том что я говорю но это все в жизни то есть когда мы начинаем отрицать да вот как раз таки у нас и появляется вот это шаусу отрицание изменения в мире следующее что еще может проходить по дьяволу но всевозможные искушения до например искушения получения больших денег поступивши там где мы поступившись со своими какими-то принципами да то есть когда например человек находится на каком-то определенном месте до должности вот ему дают взятку и ну и ему это допустим не свойственно но вот случилось так что нужда до нужно там я не знаю ребенку надо сделать какую-то дорогую операцию за границей а денег нет и вдруг подворачивается такое что ну вот прям взятка как краски подойдет и я смогу спасти жизнь своему ребенку с одной стороны вроде бы я никогда не беру потому что это против моей морали а с другой стороны здесь я и отказаться не могу потому что вот ну необходимо да и опять-таки не для себя спасти жизнь ребенка но это тоже искушение это тоже когда мы можем поступиться со своими принципами любые ограничения то есть не свобода сильная зависимость от кого-либо либо от чего-либо до зависть у нас здесь тоже может проходить без шаббасность например когда мы говорим да горе она все огнем да то есть мне все равно после меня хоть потоп то это же проявление теневой стороны дьявола свинство да то есть проявление любого рода животных инстинктов да то есть там я не знаю когда люди ведут себя они воспитаны например за столом могут там не знаю отрыгнуть приходят в гости и как-то знаете в обуви могут лечь на кровать то есть разное проявление как мы говорим просто о невоспитанности да потребительство аморальность когда логика задвинула чувства да когда здесь всевозможные обманы на хитро сплетение опять-таки смогом когда мы других обманываем на во благо себе трудности в принятии решений когда мы не можем когда нам не хватает опять-таки некой силы да либо понимание это некоторые из аспектов здесь дьявол он всегда конечно же многогранный да и нам нужно понять именно дьявола вот этого своего свои искушения своей зависимости сексуально раскрыться именно с чувствами и любовью здесь вот как раз коммуникативные навыки нужно использовать например в партнерстве для того чтобы договариваться с партнером что можно что нельзя о своих желаниях о своих потребностях и также по возможности открывать себе экстрасенсорные способности и разбираться в своей энергии здесь очень сильная энергия что помогу чтобы одеяло прям вот такой мощный потенциал здесь истинная животная природа на природа жизни природа тела а здесь природа как раз таки ума то есть если вот в правильное русло соединить мощный потенциал энергетический направить его через слово то здесь человек может силой своего слова до намерения реализовывать все что ему необходимо дальше следующие следующая наша хотеть это аркан башни аркан башни аркан башни прям колода очень красивая о чем у нас говорит башня теневой теневая сторона это скандалы это грубость это катарсис вообще башня на древо жизни это путь который соединяет ход и не цех не цех это чувство это эмоции ход это у нас логика это у нас сразу то есть проще говоря это путь который соединяет наше сознательное и наше бессознательно да наши наши эмоции чувства и нашу логику в правильном ее проявлении да происходит некое такое разрушение очищение для того чтобы пришел некий такой баланс то есть когда мы чрезмерно эмоционально у нас отсутствует логика вот здесь вот мы как раз и говорили по шуту да мы совершаем какие-то глупости а когда у нас преобладает логика и отсутствует либо подавленные эмоции мы все логически стараемся объяснить на то есть отрицая при этом эмоцию допустим на красоту картины мы будем логически смотреть вот такие размеры такие цвета что здесь красивого может быть ну то есть раскритиковать то есть все подвести под логическое объяснение башня она как раз таки вот эта вот сила да разрушающая ей соответствует планета марса разрушающая огненная поэтому скандалы грубость как правило в плюсе да очищение очищение нашего тела и для под для того чтобы ну сбросить вот эту вот ненужную шелуху и башня у нас идет здесь очищение поскольку здесь корона да в прямом положении если бы это было вот эта голова очищение наших шаблонов очищение наших предубеждений к чему-либо то есть все что отжившие все что связано с нашими мыслями да она должна как разки вот после башни после дьявола до следующий аркан здесь у нас идет материя а здесь у нас идет логика разум очищения но здесь мы говорим о теневых аспектах да то есть человек очень скандальный человек грубый бывает грубый почему потому что опять таки не умение во первых не умение управлять своей силой до своей энергией вот этой животной природы а с другой стороны не умение договариваться вот вам проясняется такая картинка до нашего тени аспекта я не могу я все подвергаю логике вот по помогу плюс ко всему заниженная самооценка не умение договариваться поэтому я скажу что-то меня не поняли пробуждается у нас вот это вот животная природа я тебя подавлю потому что ты не прогибаешься я не могу получить помогу то что я хочу начинаю манипулировать и это приводит всегда к конфликту грубости это приводит к стандал скандалом ощущение заточения и стремление к внутренней свободы да когда вот у нас есть какие-то внешние рамки и вот это вот внутреннее ощущение что я не могу я устал от всего и вот хочется иногда высвободиться да это зажатость это закомплексованность то есть если здесь например человек карт для как картавит картавит либо не проговаривает буква рода либо я не знаю может быть здесь все что угодно и не обязательно только со словом связано заниженные самооценкой то вот у нас проскальзывает здесь за комплексованность неумение проявить себя да я себя не знаю я себя не понимаю поэтому я стесняюсь зависимость от внешнего мира желание оправдываться вот если это это все потеневой аспект аркана башни гордыня гордыня вот как раз в совокупности здесь дьяволом униженность здесь у нас проходит как раз и дуальность рабство гордыня то есть либо я раб заложник чего-либо да я должен это делать вот мне есть какие-то сковывающиеся факторы сковывающие меня факторы и вот я чувствую себя рабом на там рабом на работе в семье какие-то вот обязательства да а потом какой-то момент когда это подавляешь 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 оно не проявляется начинается всплеск и ты приходишь в другой момент как раз кищу из дьявола да здесь такое мощное в гордыню и я все для вас делаю и вы это не принимаете и здесь там меня не понимаете в минусе могут проходить здесь кстати головные боли почему головные боли потому что все таки башня у нас здесь корона корона выносим на голове истощение ума истощение ума смотрите здесь у нас меркурий который ответственен за коммуникацию замыслительные процессы очень быстрый проходит а здесь у нас марс марс как раз таки тоже скоростной но здесь планета марс она в плюсе она у нас говорит за храбрость а в минусе она говорит за спешку то есть я тороплюсь я все хочу чтобы это было вчера а когда мы спешим да как раз таки мы начинаем весь мир прогибать под себя прогибаем под себя и у нас не мы конечно же не получим то что мы хотим это будет вызывать сопротивление другого человека по отношению меня а я здесь сильнее да я дьявол я могу управлять плюс еще и маг сейчас я вас всех сманипулирую и получу то что я хочу вот эти бесконечные мысли 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 они приводят к истощению ума заметьте нету никак не ни одного ни одной тени до из шести которые выпали бы там не знаю луна например да либо там звезда что-то по чувственному аспекту прям очень мужские карты потеря внутреннего стержень и бесхребетность то что я говорила дуальность рабство гордыня рабство этого когда я бесхребетный я не могу постоять за себя я не могу стать стоять свои границы рамки показать себя я вхожу в позицию зависимости на это право бесхребетность ну и башня у нас всегда говорит про крушение мировоззрения то есть постоянно постоянно то во что я верю рушатся рушатся ручатся задача его этого аркана разрушить полностью не реабилитировать что-то не восстанавливать а разрушить дотла до основы и заново выстраивать да только построить всегда то уж что я хочу для того чтобы строить то что я хочу в свете я должен понимать вот а для этого у нас маг я бы сказала что вот из этих трех карт из этих теневых аспектов ведущий здесь все-таки маг потому что начинаем во первых с самооценки самооценка у нас появляется из понимания себя кто я что я хочу куда я иду дальше нам дается сила вот и дальше мы должны быть балансе умение доносить информацию и быть балансе сами собой и уметь коммуницировать здесь взаимодействовать с миром с другими людьми для того чтобы получить что мы хотим и не не торопиться да потому что все таки воинственность она такая ну присутствует плюс дьявол прогибание прогибание либо знаете вот это вот влияние власть тоже теневой аспект по дьяволу вот такие здесь тени то есть это был наш первый вопрос какая моя темная сторона и давайте мы посмотрим как нет скорее всего прежде мы посмотрим как ее управлять да я сказала что расклад будет большой я хочу посмотреть темные истории да вот на этой колоде чака специально по одной карте прям добавлю под каждую тень на что здесь сценарий да и заодно посмотрим для чего она дана только вот посмотрим через сценарий опять для чего она дана что нам нужно проработать так чтобы место хватило для чего нам был дан мак для чего дан мак вот смотрите я эти него из пект видного чувствовать себя на чувствовать себя нелюбимым думаю может там как-то начать все крутится вокруг да то я чувствую себя нелюбимым то что-то я говорила по самооценке не понимание себя то что было сказано о подростковом возрасте до мага комплексы всевозможные плюс ко всему проблемы общения на проблемы коммуникации я всегда прав почему здесь человек начинает манипулировать меня потому что у него есть такое знаете вот я же я же не могу донести информацию другого человека да мне приходится решать какие-то сложные задачи потому что в данном случае это сложная какая-то задача для меня коммуникации с другим человеком и мне приходится как это языки и защиряться да как-то вот так изгибаться как уж на кстати вот здесь вот это сковородка да сковородка и у дьявола очень много разных масок здесь вот и для чего для того чтобы во первых понять себя но это такое достаточно большое абстрактное понятие а конкретно чувствует когда человек чувствует себя нелюбимым для чего дан был вот этот маг для того чтобы научились любить себя любить себя в первую очередь ставить себя на первое место но чтобы поставить себя на первое место потому что здесь счет по башне да у нас была вот эта вот подавленность ограничения нету ощущения свободы хотя шут вот здесь вот прямом положении если бы был он краски говорит о свободе да я шут я иду шут я иду туда куда я хочу я свободен на мне вот это вот необходимо здесь у прям такая знаете вот внутренняя потребность человека ощутить себя свободным от всех и от всего да как от обязательств так и от внешних факторов да вообще от себя чувствует что я я сам по себе я выбираю ту жизнь которую я хочу здесь такого ощущения нет и вот с детства может быть был такое вот это ощущение да помните я говорила человека человеку не нравится дом болезненные воспоминания с детства а доме может быть какой-то вот неблагополучный дом и вот это вот подростковый период я не чувствую себя любимым а если я не чувствую себя любимым я не чувствую себя нужным и поэтому вот нужность свою я проявляю через интеллект на по меркурию через знания через свое какое-то могущество либо это будет физической да то есть я прокачиваю свое тело создаю его таким сильным мощным да чтобы быть влиятельным либо я прокачиваю свой интеллект через знания мы говорили помогу у нас комплекс отличника до оценочной чтобы меня никто чтобы я не давал поводу никому сказать что я где-то как-то ну не умен здесь у нас шут что я глуп помните у нас здесь по шуту проходила вот это вот надсмехание да все глупые все тупые они ничего не знают почему но я же такое умное почему потому что у нас идет компенсация компенсация комплекса отличника да что вот я должен все делать идеально я если я в чем-то разбираюсь я должен досконально разбираться в этой теме здесь у нас по бумагу у нас тоже проходит сила воли и здесь у нас сила власть хоть это и не аркан силой а дьявола здесь природная силы здесь врожденная сила мощь и все это знаете смотрите силы много как говорится ума тоже очень много здесь мы говорили про справедливости и про башни нежелание да то есть мир меняется я не могу под него подстроиться я вообще не хочу чтобы ничего не менялась чтобы все было статьи статично да потому что любое движение вперед вызывает у меня дискомфорт вызывает у меня агрессию потому что любое движение предполагает взаимодействие с другими людьми а я не могу у меня проблема с этим и если у меня не получается коммуницировать так как нужно чтобы получить тот результат который мне необходим я чувствую себя что меня не любит то есть если меня оценивает критикует критикует то есть высказывают свое мнение по отношению меня либо по отношению к моим каким-то действием значит меня критикуют значит меня не любит а если меня не любит меня не за что вообще любить да поэтому чувствую себя эти люди все радуют причем смотрите интересная карта если посмотреть мужчина смотрит на мужчину женщину смотрит на женщину этого человека вообще никто не смотрит он как будто бы невидимка на меня никто не обращает внимание и поэтому знаете как напоминать немножечко отшельника да я погружаюсь внутрь себя и чем себя занять знаниями да чтобы быть умным чтобы быть выше других до чтобы было некое такое признание здесь у нас еще и дьявол выходил для чего для чего нам для чего дана темная сторона по по дьяволу для чего нужда здесь мы проигрываем как раз таки смотрите нужда не только финансовом плане да здесь тоже может быть такое потому что все-таки дьявол про материю заработать я хочу заработать деньги быстро легко большую сумму до чтобы кому-то что-то доказать что вот я достоин что я имею это с другой стороны здесь может быть отрицание нужды либо в нас как бы так сказать я делаю я чувствую себя любимым важным и значим здесь еще и по дьявол плюс ко всему значимость только тогда когда вам не нуждаются когда он ко мне обращаются то есть если ко мне допустим если это какие-то занятия там я не знаю где есть клиенты и клиенты ко мне не обращаются значит я не нужен во мне не нуждается если я не нужен плюс ко всему помогу заниженная самооценка я себя не люблю то есть я себя люблю только тогда здесь такое понимание любви когда ты нужен здесь вот прям сразу фонит родительскими сценариями что например когда ребенок плачет к нему подходит мама его меня и когда ребенок плачет к нему подходит мама его кормит а когда он не плачет у него вообще никто не обращает внимание да то есть как будто бы покрывает только в детстве какие-то основные потребности там еда поменять ребенка да и там не знаю какая-то вот безопасность а во всех остальных моментах чтобы просто поговорить да здесь ребенка не научили говорить с ним никто не разговаривал с ним никто не общался его подавляли здесь идет подавление его слова только он что-то говорила ему возможно говорили ты много говоришь помолчи брал какую-то инициативу на себя можно я выскажу свое мнение нет тебя никто не спрашивал и здесь вот по дьяволу у человека тень для чего была дана для того чтобы он понял что он нужен просто так да не за что-то то здесь человек как будто все время выслуживается меня любят и я нужен только тогда когда я умен когда я хорош когда я могу что-то делать дьявол умеет прекрасно решать сложные запутанные ситуации да он прекрасный стратег только я нужен и меня признают только тогда когда я решаю какие-то сложные задачи хорошо если эти сложные задачи соприкасаются как-то с профессии да когда человек не знаю кризис менеджер да и как-то вот за это он может получать прекрасные деньги тогда он конечно же может реализовать свою какую-то вот эту вот тень да я нужен мне за это даю деньги с одной стороны он реализовывает этот свой навык а с другой стороны он опять-таки подпитывает еще большей степени свою тень то есть она не прорабатывается нужда нужда финансовая нужда когда в нас нуждаются а с другой стороны теневой аспект до чтобы вы умели взаимодействовать с другими людьми через просьбу через то чтобы просить о помощи на здесь человек не умеет просить почему потому что помните критика на суд у нас здесь говорил про критику один критикует то есть когда мы критикуем других обговорим все глупые и когда нас кто-то критикует что-то скажет две карты до критики здесь очень прям вот на критику резко реагируем я я не пойду попросить помощи на я я никогда не буду нуждающимся я все сам я буду сам я буду все сама делать почему потому что страх отказа страх получить отказ и вдруг мне скажут нет я поскольку я все на себе на себе на себе мы приходим к башне к усталости нету внутренней свободы я устал и почему потому что я все время сражаюсь подавленная подавленная энергия на здесь сила поэтому и сексуальные сны потому что подавление на словом меня подавляли мне не давали в детстве сказать слово не давали выразить себя через какие-то возможно действия на какие-то там не знаю творческие какие-то моменты все время подавленность не обращали внимание я все сам самостоятельность развивали подкрепляли эту самостоятельность и в какой-то момент пришли к тому что я я не могу быть слабым человеком я не могу быть слабым да почему потому что вот здесь мы говорили про гордыню и про рабство если я бесхребетный а здесь мы говорили по тени то есть мягкий, мягкий если я буду мягким человеком особенно если эта девочка, она не имеет права быть мягкой, ты не можешь плакать потому что тобой будут потом пользоваться мальчики, это нехорошо на тобой будут все смеяться тогда я беру всю свою силу в кулак и все делаю самостоятельно и в конечном итоге превратились в такую супер леди либо в мужика прям с остальными придатками такой момент я не позволяю себе быть бескребетным быть мягким, я не позволяю себе попросить помощи даже если женщина, я должна быть очень сильной, я все сама и истощение ума, мы говорили здесь в совокупе с магом бесконечно думаю, 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 думаю и устал, в какой-то момент происходит вот этот вот взрыв да возьмите уже кто-то свою эту ответственность разделите со мной ну как с тобой разделят? ведь ты не просишь, ведь ты не говоришь а если просишь, то конечно же у тебя есть страх отказа что мне откажут так может быть надо по-другому попросить может быть как-то надо еще что-то сделать здесь неумение вообще делегировать какие-то вещи для чего нам башня должна куда она была плут 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 в плане хитрости смотрите, плут у нас идет по магу если бы мы вытаскивали вот здесь вот демонические вот эти вот арканы то там как раз таки на аркане мага не помню, как называется этот архидемон вот он ответственен как раз таки там изображена обезьяна вот и в колоде Кроули тоже оттуда взята, да Кроулианская система тоже изображена обезьяна почему обезьяна? та, которая насмехается та, которая обманывает создает некие иллюзии перевертый маг, кстати, тоже по по архидемонам, да иллюзии в нашей голове, да что я знаю, как правильно я знаю, как верно здесь обман 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 не даже не других людей хотя башня, она тоже у нас и дьявол у нас тоже говорит про обманы когда забрался уже до такой степени что я не могу разделить для себя разделить и понять, где есть истина а где есть обман обманываем себя в первую очередь я не двигаюсь дальше здесь вот по суду и по справедливости, да нежелание двигаться вперед почему? потому что есть где-то подскудный какой-то страх потому что у нас же тоже тот, который делает первый шаг перевернут и причем не боится а перевернутый аркан это человек, который не делает первый шаг он не идет в новое здесь полностью отсутствует движение вперед почему? потому что страшно потому что когда я начинаю что-то делать меня осудят меня критикуют я не знаю я не знаю страх что меня будет ожидать в будущем как ко мне будут относиться люди как я могу пойти на новую работу это дико страшно причем это не просто страшно а здесь еще у нас это дико страшно это опасно вот это не просто я волнуюсь переживаю как-то вот сомневаюсь или еще что-то ей такие, знаете, легкие переживания это вот прям до физического страха изменений я боюсь я боюсь что-то поменять вдруг я не справлюсь почему? комплекс отличника потому что не то, что я должен просто сделать первый шаг а я должен сделать настолько идеально что я не должен ошибиться здесь вообще не позволено совершать ошибку себе и вот в этом и есть обман да обманываем себя обманываем других людей да как манипуляцию причем обманываем когда мы можем знаете, как-то прощупываем когда почву да прикидываемся одеваем здесь вот маску например, человека, который да, я не разбираюсь в этом да, я ничего типа не знаю а потом оп, чтобы показать свое какое-то да, вот это вот гордыня показать, что да, я тебя обманывал я в этом хорошо разбираюсь просто прикидывался для того, чтобы высметь да, кого-то другого еще раз говорю я говорю сегодня болезненные вещи потому что это теньвые стороны да, ну как-то тень иначе не посмотришь это не праздник поэтому мы рассматриваем для того чтобы разобраться в причинах поэтому и вытаскиваем вот эти вот сценарии чтобы понять откуда это все зародилось вот для чего, да у нас вопрос был для чего дана каждая тень здесь чтобы мы прекратили перестали себя обманывать заниматься самообманом здесь для того чтобы мы научились коммуницировать с людьми да, и перестали создавать себе вот эту нужду что я нуждаюсь для чего для того, чтобы здесь здесь знаете как таковая нужды как таковой нету потому что природа природа природная вот эта вот сила по дьяволу да, она всегда всех заботится то есть всем все достаточно но в природе у нас же как-то выживает самый сильный да, у нас есть вот это вот я должен находиться да, я должен кого-то победить то есть не просто пойти что-то взять я должен быть лучше я должен быть сильнее потому что выживает самый лучший и мы создаем себе вот эту вот нужду да, я нуждаюсь в чем-то на самом деле здесь нет никакой нужды здесь вот просто Марс вот этот вот подавленный да, ему и дьявол у нас идет про астрологический это козерог материя да, здесь вот прям особенно в работе здесь сто процентов будет такая знаете конкуренция прям необходимость проявления себя в социуме а конкурировать я не хочу мне это не надо причем смотрите как интересно сознательно вы можете быть мягким человеком понимающим человеком сопереживающим одна из масок внешне но внутри бессознательно всегда будет потребность кому-то что-то доказать кому-то что-то предъявить кого-то как-то осудить знаете и вот здесь такое ощущение поскольку выпадает дьявол вам все время нужно быть на чеку поэтому и голова болит на чеку в плане того что я должен контролировать чтобы не взболтнуть что-то лишнего чтобы кого-то не обмануть то есть здесь вы постоянно должны себя как-то контролировать я говорила по-моему до этого что не хватает императора постоянно себя контролировать контролировать свои слова контролировать действия я говорила про делегирование здесь нет такого варианта потому что все только я могу сделать если я не могу сделать то я должен контролировать а поскольку проблемы с коммуникацией я умею только либо прогибать либо отдавать приказы а поговорить на равных я не умею у меня либо получается это скатывается, что я нуждающий и здесь эгоизм проходит, как так я пойду попрошу, меня не учили я не могу, мне стыдно тоже чувство стыда появляется чувство стыда и вины, плюс как-то меня еще осудят и здесь чувство себя нелюбимым вообще здесь ощущение того, что один такой, знаете, общий сценарий того, для чего вам все эти тени даны, для того, чтобы вы научились просто понимать себя понимать себя и относиться к себе знаете, как-то более мягко, более снисходительно я не буду говорить любить себя хотя здесь такое тоже может быть причем по башне здесь у нас проходят еще границы, рамки либо мы нарушаем чужие границы, либо наши границы нарушают либо вообще нету этого баланса в границах, то есть чрезмерное у нас все происходит мы не можем либо в одну сторону либо в другую и поэтому задача наполнится чем бы заменить слово полюбить себя знаете, давайте заменим словом просто принять принять себя с теневыми аспектами и понимать их самое главное, для чего мы это рассматриваем для того, чтобы мы понимали, какие у нас есть теневые аспекты и как мы их можем применить в более созидательное русло то есть не подавлять в себе не говорить, что вот я такой агрессивный человек там кому-то или еще что-то нет, а просто понимать и когда ситуация эта происходит мы не случайно здесь еще, это же аркан башни очищения мы очищаемся учить, учиться жить со своими теневыми аспектами в первую очередь признать, что они у меня есть не обязательно, что у вас все это будет потому что все-таки общий расклад какие-то отдельные моменты какие-то отдельные проявления, убеждения вот здесь по башне у нас еще проходят убеждения я уже говорила вот эти вот убеждения они ложные вот надо сесть, разобраться какие у меня есть ложные убеждения так ли все на самом деле обстоит либо где-то что-то придумано потому что в вашем понятии если дьявол у нас олицетворяет природу как я уже говорила мир природа сама по себе изначально она и как это она и не хорошая и не плохая но если мы смотрим с точки зрения животных когда побеждает самый сильный момент самовыживания то для животных природа вообще она прекрасна а если мы смотрим с точки зрения человека на природу мы говорим что за жесть как так волчица взяла и съела все свое потомство четыре щенка я подписана на один канал потому что я обожаю волков я видела северную волчицу которая родила и съела все свое потомство до этого момента я знала что только свиньи в момент стресса да свиноматки при рождении съедает своих порося а я увидела своими собственными глазами жутко конечно то что я вам говорю но съедает и вот с точки зрения человек как так как она может вынашивать там два месяца а потом их съесть а с точки зрения природы они были не жизнеспособными да во-первых может быть и стресса во-вторых может быть они не жизнеспособны то есть они бы не смогли сосать молоко они бы не смогли выжить поэтому здесь в зависимости от того какую сторону мы высматриваем да если с точки зрения человека нам может казаться что мир это опасно да здесь надо выживать здесь выживает по дьяволу только сильный выживает тот у кого есть связи выживает только тот у кого есть деньги и власть поэтому я должен добиться этой власти я должен быть лучше я должен быть сильнее у меня должны быть самые лучшие контакты и связи с людьми только так я чувствую какую-то стабильность любые перемены которые мне нужно будет сделать я не знаю и я не могу себя как-то проявить я чувствую комплекс отличника и вообще я несовершенный это вот прям смерти подобно для чего Даны рассказала как управлять как управлять вашими тенями начнем с что у нас там суд суд помимо демонического да архидемонического проявления то что я говорила сколько там время за что у нас здесь возрастные кризисы всевозможные кризисы рубежи предательства у нас здесь тоже кстати по суду проходит то что мы боимся предательства как управлять как управлять вашими тенями в общем возьмем такую рекомендацию как управлять луна сразу обращать внимание на свет как управлять все должно быть ясно все должно быть четко прозрачно все должно быть просто без каких либо придумок то есть нужно прояснять любой коммуникации проясняем правильно ли я это понял это ли ты имел ввиду что ты хотела сказать высказывать свою точку зрения не переходить никогда на личности разговаривать именно по факту по действию да здесь мы никого не высмеиваем для того чтобы ни нас не критиковали ни мы критиковали как еще управлять да здесь по луне все что должно быть прозрачно все что должно быть ну я не знаю как то легко проще без обмана не бояться да вот здесь во первых нужно все время задавать себе вопрос я сейчас действую из спокойствия да либо у меня я сейчас поступаю из-за какого-то страха что я боюсь да когда мы видим что мы начинаем как-то напрягать чего я боюсь проговаривать себе эти моменты да то есть работа здесь со страхами в первую очередь и луна у нас еще что она дает перевернутом перевернутой позиции недоласканность недолюбленность да то есть не получили поэтому вот все что нам необходимо учимся давать сами себе любовь любовь себе дальше следующий аркан что так интересно я вытаскиваю опять великие арканы да в принципе колода помешала по звезде четко здесь нужно боже мой забыла какой у нас вопрос как 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 управлять знаете ищите отклик все что бы вы не делали ищите отклик на какие-то действия есть ли у вас отклик внутри или нет то есть не делайте то чего вы не хотите да не надо делать только потому что где-то под скудом где-то там на затворках нашего бессознательного мы хотим что-то кому-то доказать мы делаем это только потому что мы это хотим мы что-то делаем потому что мы это любим всегда ищите отклик если отклик внутри вас если нет мы никуда не торопимся по башне да здесь по марсу убираем всевозможную спешку она нам не нужно ищем там где смотрите здесь одно светило здесь ведь сейчас есть я еще и солнце вытащу вообще быть забавно рыцарь огня у нас говорит за храбрость за позитив знаете здесь здесь может проходить еще по луне цикличность отслеживайте свои сценарии какие-то модели поведения они повторяются у вас посмотрите как вы туда входите если какая-то ситуация неважно какой сферы это касается она у вас все время циклично ваше поведение но какое-то циклично здесь может быть еще иллюзия того проверяйте кто ваши друзья а кто для вас враг помните я здесь говорила предательство да здесь может быть то есть вы можете еще и плут у нас здесь выходил четко не видеть кто для вас а кто для вас враг иногда может быть такая подмена здесь быть на позитиве на как можно справляться с теневыми аспектами превращать их нечто позитивные да кроме того что здесь светило все время все высвечиваю чтобы это было ясно прозрачно и двигаться вперед на позитиве все время находите что-то позитивное в том что вы делаете для себя да вот стабильно опять стабильность так как ни крути не верти все время вот это вот стабильность она приходит праздник до праздника вот больше вам хочется не то чтобы даже хочется необходимо вам какого-то позитивного под под подкармливание себя бесконечно надо себя как-то вот поддерживать ищите вокруг себя людей позитивных ну вот смотрите сколько огня насколько огня вышло паш жезлов любопытство будьте более любопытными будьте более ну вот здесь как раз таки вот позитива этого не хватает общение не бойтесь общаться не бойтесь говорить свою точку зрения пробуйте пробуйте еще очень много раз надо будет пробуйте такое ощущение что у вас внутренний потенциал есть а вы его знаете вот прям проявить никак не можете из-за своих каких-то страхов и тем самым вы себя ограничиваете от того что вы можете иметь что вы можете здесь иметь ну вот смотрите король пендакли что можете что можете иметь стабильность можете иметь финансы можете иметь хорошую такую земную как раз таки вода в к подъяву легла карта финансовую стабильность изобилие знаете вот наслаждение жизнью удобство комфорт все вы это можете иметь на только не в минус через негатив когда они развиваются а бесконечное вот что-то порождение чего-то нового позитивного и обновляющегося то есть здесь не так если бы была четверка педакли да да я что-то удерживаю на ворота бесконечно аккумулировать здесь нужно свою вот эту позитивную энергию свет тепло доброту щедрость щедрость души до в общении в своих каких-то действиях проявлениях больше больше праздника в своей жизни больше отдыха отдыха не пассивного активного там не знаю смотреть какие-то фильмы позитивные слушать музыку такую позитивно больше находиться на природе вот все 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 такое позитивное вот прям вот жизненно вам необходимо сейчас этого огонька вот такой был расклад как я и планировала что будет большой огромный хочу поблагодарить вас за внимание и ночку за идею к этому раскладу до пятницы всем пока пока